Я обычно не слежу за этим. Клементий Сычёв! Базар в адзам. Встал на пути. Ну хорошо, Е4 сыграю. Моим семи с половиной. Не моя вина. Серьёзно так встал на пути. Сицилианская. Е4-C5. Что я там безумного ещё не делал на Е4-C5? Давайте А3-C5. Вперёд. Просто говорится, было что исполнилось. Вот А3 на меня впечатлений не производит. Мне кажется, что ещё хорошего тут уделов нет. В общем, резвимся. Так. Где он меня ловит? И на чём главное? Где и на чём он пытается меня поймать? Если я делаю ставку на развитие, то что? Уже чувствую, что мне так уже готовы наказать за моими дебютниками эксперимента. Ну, Е4, например. Я на той стадии, когда почти всё равно. И коня НЦ6, а другого на Е6. Е6-3. Я пытаюсь прихватить поле Д4. Вот так вот. Конь НЦ6, да. Но о чём-то таком я думал. Пытаюсь в поле Д4 прихватить. Это заранее страшный такой роковой исход. Вот для этого что у меня получается? Ещё не сделал. ЕД. А, ЕД. Странно. Е6 слона могу. Интереснее. Хорошо, пешки жертвы, раз уж так у нас повелось на Руси. Д4 могу съесть пешку. И конь Е6 могу пойти. Зачем Андре? Нормальный же обшестит. Наверное, так... Николай, наверное, такое же говорит. Я его прекрасно понимаю. Честно, надо было бы этому сорванцу, то есть, мне объяснить, что он себе много позволяет. Но, увы, это интернет-блиц. И в нём можно себя позволить некоторые вольности. Так, ферзь Е4, Е5. Наверное, вы вынудить, в общем-то, не вред. Е5? Может быть, конечно, не так уж и полезно. Е5 по-мужски в кость. Так, ну и дай, что ввозят, прогнать. И за что уважать. А самому быстренько разок. Ферзь Е4 сыграл, хочу-ка, не на Д5 поставить. Развиться быстренько. Вот так вот дальше. И ферзь Е7 свечу. Чуть-чуть длинную рокировку я пропустил. Так, допустим, вот так вот. Пропустил длинную рокировку. Делаю максимально. Чёрзь Е3 там вообще бить нельзя. Я не досчитал и зеванул. Это будет весело. Да, блин. Плохо. Плохо. Приходится бежать. Так, смотри, уже как-то. Я этого не хотел. То есть я бы... Конь в 4 был плохой ход. 5-5. Ход Конь в 4 был плохой. Заставляет меня теперь как-то ковыряться некрасиво. Там как-то хочется подтонуться с ланды. Мне не хватает темпа. Все-таки что-то там этим пурча. Наверное, даже ему... Я получил совсем не то, что... Очень мне не обязан так играть. Но потом просто обидно, что к возможности у меня не будет. Но еще поборемся. Словно, что я учитываю. Все-таки разница в положении разноцветных слабов у нас. Колоссально это должно влиять на оценку позиции. Кольце 7. Не боюсь, что да. Блин, мы все-таки украшаем. Идут-то был отличный. Ну, поприятнее по ощущениям, да? Кстати, вот он Конь-7 не нанес, по-моему, зря. Ну, позиция хранения стандартная. Потому что яркий рулён. Ну, как-то она уже более стандартная становится. И успеваю теперь что-то предпринять. НЖ-5. Ну, как-то тут. Слона, НЖ-7. Второй владелин, НЖ-7. Но он тоже, впрочем, вышел. Уже я снова смотрю с оптимизмом. Куда надо, вышел. Наш 4 такое. Для вида сыграем, хотя. На это все смотрю с оптимизмом. Наверное, отход нам не даст явно. Ладья и 8. Ж-4, можно пойти. Ладья, я не хочу. А может быть, я переоцениваю, не высказываю. Так просто. Или 4 поеда. Да, спасибо, Роман, желает успехов. Да, успеться. Успеться 7, я хочу пойти. Успеться, не помешают. Хочу пойти, я в Конь-7. В 4 помп-ход талантливый, потому что Ж-3, когда можно все это делаю пытаться использовать. Конь-7 сразу. Так это какая-то предпоследие получается, та же партия. Сразу конь-7. Ни таких коней-7 конь-6 не за. Печально. 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 Печально весьма. Конь-D5 очень сильный. Кафель-2 терпеть. Я его не терплю. И собираюсь все разминать. Ладью на е-8. Размен всех тяжелых. Стоять на ничью это еще не гарантирует. То есть я играю на ничью. Ну а я на поприятие, но пока ничего особенного. Но совсем не уверен, что у меня получится. Печально не медленно. Так, больше всего подозрительный. Неужели цепять не работает? Одеваются пять, да. Это было бы странно. Так, и что делать? Да, конечно, это роль в этих ситуациях играть еще. Что называется, пойди пробей. Ну блин. А там, кстати, были какие-то дебютные заказы. Если можно повторить, если уже последняя будет из партия, после этой, как раз можно будет побаловаться как-то напоследок. Король. Двусси. Может быть, до три шах меня спасет. Ферзя 6, Д3, король. Ферзь Б2. Ферзь Б5. Король, они спасают. Можешь с удовольствием. Такого удовольствия. Себе не вам я не откажу. А ну-ка. Неужели не спасают? Вот это я понимаю. Концовка партия. Так. Ферзь Б2, К4, Ферзь Б2, К5. Я думаю, это запомнился. Блин, король на Б5 натурально живет. Во всех учениках по стримам будут разбирать такие партии. Вот же. Французскую. Хорошо. Говорится, как все, конечно, испоганил, Николай, я уж извиняюсь за выражение, но мог бы мне сутки немножко подыграть бы все-таки заставить моего короля выйти на Б5. Все-таки это было, так, прям, скажем, совсем не по-дружески. Да, все. Прошлое время, но опять же, по-дружески, главный вариант комбинации. Вот это очень красивый вариант. Я так надеялся на шах, а он нашел вот этот вот уход уход короля на А4 и на Ферзь С2. Как бы у заказа работа только когда он играет в Б5. Все, шахи кончились. Мы играем сейчас черными. И мат на Б7 я получаю. Заказ, пожалуй, исполнить не состояние. Кто-то на его месте мог бы не решиться. У меня была отличная позиция до того, как... Ну, вот здесь, кстати, если бы я не вернулся в Б6, ужасный ход, надо было просто пойти король в Б8, и шансы на ничью были большими. Да и говорит. То есть я в один ход проиграл перспективную позицию, ну, перспективную в плане сделать ничью. А вот на победу у меня было в дебюсе. Ну, не на победу, а на перевес. Вот здесь вместо коня Ф4 надо было обязательно мне сыграть слон Е7 и короткая рокировка. И конь на Д4 настолько силен с поддержкой слона Ф6, что, думаю, Клементию пришлось бы нелегко. Вот слон Е7, рокировка и слона Ф6. А на беду я увидел ход коня Ф4 и ферзь Е7 и зевнул три нуля. То есть я, если бы я не увидел хода коня Ф4, я, идя на эту позицию, собирался сыграть слон Е7. И был перевес у черных. К сожалению, в ИАХ 5,5 из 10 остался последний. На Хикару там 6,5 максимум. Кстати, вот мне кажется, у него не так много очков, да, получается. Рахманов Местеров, что за битва? Что за битва? Неофеодализм и беси проповедуют. Супер битва. Такс. Что тут еще осталось интересного там? На каком месте, да, возникает резонный вопрос? Получается, ну, Камуре тоже, да, всего лишь 8,5 из 10? Сколько стоит всего лишь, я понимаю, сколько тираж издает? Все-таки. Примерно, примерно, по 1000 там с чем-то за экзамен. Какая-то, наверное, 8,5 из 10? Какое там, она видит? Турнинный путь. Сама книга в черновике у меня нет. Но есть материалы. Одолел Владимир Белоуцкого. Есть материалы, можно сделать полоску на донаты. Но, вот, чтобы сесть и писать эту книгу, я как-то прикинул, посчитал, это мне надо на несколько месяцев бросить всю работу, вот, и чтобы это еще и окупилось, то есть это примерно тысяч пять долларов, чтобы я такую книгу написал. Пожалуй.